Обширонский, Северский и Туапсинский. В этих районах края местные жители больше всего боятся наступления осени. Повод – постоянные подтопления. По данным регионального управления МЧС, Кубань регулярно страдает от непогоды. Только за 2018-й ущерб от природных катаклизмов составил около 3 миллиардов рублей. Что нужно сделать, чтобы в будущем избежать подобных потерь, обсуждали сегодня на краевой планерке. Ее провел глава региона. После прошлогоднего наводнения сделаны серьезные выводы. За последние 5 лет нам обошлись все наши ликвидации стихийных бедствий в 5 миллиардов рублей. Это только к краевому бюджету. Даже вопрос не цены, сколько нам находится ликвидация, а цена, может быть, и человеческая жизнь. Потому что мы не знаем уровень опасности при том или ином стихийном бедствии. Мы, знаете, как студенты, от сессии до сессии живут студенты весело. Вот от ЧАЭСки до ЧАЭСки. Ну, это же неправильный алгоритм жизни, я считаю. Зачем? Мы повторяем одно и то же, как минимум раз в 3, в 4 или в 5 лет. Зачем? Зачем повторяем ошибки? Почему мы не можем? Это уже не допустить с точки зрения правильных, грамотных действий. В крае уже проводится работа по определению зон затопления и подтопления. О ней губернатору докладывает главный архитектор края. В документе сначала будут установлены границы территории, наиболее подверженных наводнению. Сегодня специалисты исследуют участки рек протяженностью более 4 тысяч километров. Проведено лазерное воздушное сканирование, а также буровые работы. Такое масштабное обследование должно быть завершено к концу года. Это позволит в дальнейшем понять, как действовать в конкретном городе или районе. Где-то проблемы решат берегоукрепительные работы, а где-то и вовсе нужны кардинальные меры. Глупо будет выглядеть, если мы сейчас начнем делать берегоукрепление. Будем делать инженерные защитные территории, а потом мы эту зону согласуем. И нам ее согласуют, что это зона, которая однозначно подлежит регламенту, где люди будут переселяться. Но это же сперва изначально деньги мы выделим на одно и освоим даже есть, а потом получим другой совсем результат. И нелогично, и неправильно. Поэтому мне и важно здесь, чтобы мы были достаточно активны с пониманием того, что с каждой зоной подтопления нас ждет. Либо это зона, которая подлежит отселению, либо мы делаем инженерные системы защиты, очень мощные берегоукрепления, которые на самом деле позволят нам избежать разрушения. Поэтому мне нужны сроки. Когда мы будем уже на финишную прямую, когда в конечном счете поймем, что все согласовано, и надо приступать к строительству домов для тех, куда мы будем отселять. Валерий Иванович, конечный, мы так для себя определили, максимальный срок – это начало 2020 года. Начало 2020 года. Мы очень надеемся, что нам удастся в четырех федеральных ведомствах запараллелить процесс согласования. Мы разошлем во все инстанции. Одновременно. И однозначно будем просить вашей поддержки для того, чтобы максимально это ускорить. Поскольку на территории страны Краснодарский край в части обводненности – одна из самых сложных территорий. Проект «Границ зон потопления» в начале следующего года предстоит согласовать с федеральными ведомствами, а затем внести изменения в генпланы муниципалитетов. Конечно, решение проблемы в целом по краю потребует немалого финансирования. Однако эти суммы сопоставимы с теми, которые выделяли на ликвидацию последствий ЧАЭС и компенсации пострадавшим. Например, только в Туапсинском районе из местного бюджета в прошлом году на это было потрачено более 100 миллионов рублей. Есть причина и следствие. Мы сегодня начали бороться именно с причиной. Нам, отселив людей, мы самое главное спасем их. И второе, мы уйдем от тех ежегодных практически сегодня выплат, которые несет бюджеты всех уровней, на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. В границах зон потопления и затопления будет также запрещено строительство. Это касается выделения земельных участков. И пока готовится проект, работу с людьми нужно вести уже сейчас, обращается Вениамин Кондратьев, глава муниципалитетов. Это недопустимо, когда в подтопляемых районах появляются новые дома. Жить в таких местах просто небезопасно. Главы муниципальных образований в потенциально опасных территориях, ну, безусловно, разрешения на строительство не должны выдаваться. Я понимаю, коллеги, что у вас сегодня не может быть правового основания не выдавать разрешение на строительство. Но здесь нужно посредством переговоров с людьми все-таки убеждать их воздержаться от каких-либо строительств на этих территориях. С людьми нужно вести переговоры, потенциально еще с потёркой уже с ними вместе и просчитывать последствия того, что если они оказались в зоне уже подтопления, это диалог. Диалог с населением, с каждым конкретным человеком. С жителями края нужно обсуждать и необходимость страхования жилья. Тем более, что в начале августа в России вступило в силу изменение в федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Кубань вошла в число пилотных регионов, которые разработают программу добровольного страхования. Она позволит гарантировать пострадавшим полную компенсацию в случае утери имущества. Яна Бузычкина, Денис Перец, Вадим Волков, Кубань, 24, Краснодар.